Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, о говорит, показывает вопадом. И сегодня я хочу спросить вас, а что мы с вами ждем от страшной истории? Ну, во-первых, чтобы она реально нас напугала, да, наверное. Во-вторых, для того, чтобы насладиться вот этим вот не очень хорошим, но вполне законным ощущением вот этой радостью от того, что это случилось не с тобой. О, ха-ха-ха, посмотри на них, да, как хорошо, что меня там нет. Вот, это, в принципе, то чувство, с которым мы в более спокойные, чем нынешние времена, смотрим выпуски новостей телевизионных, да. Ну, и в-третьих, наверное, для того, чтобы испытать, опять же, наслаждение от того, как ловко зло, да, значит, крошит условное добро. Ну, и в конце добро все-таки побеждает, но не всегда. Мы же помним, что в конце обязательно вылазит вот это вот, да, значит, да. И делается заявочка на сиквел, да, на следующую часть этой бесконечной франшизы какой-нибудь. Вот. На самом деле, в прозе все происходит немножко не так. Открыв все прелести ужасного, то есть, естественно, я сейчас иронизирую и вначале тоже шутя говорю. Вы же понимаете, открыв все прелести того, как можно роскошно и со всеми подробностями живописать ужасы, да, в прозе, в поэзии изложить их наглядно, чтобы продирало до кожи, да. Никто лучше Данте это сделал, допустим, да. Вот. А человечество дальше начало стругать эту тему активно, делать прозу на эту тему для взрослых, для детей и так далее. Появились во множестве бродячие сюжеты. Я в таких случаях всегда говорю, что мне очень жалко монстров. Во-первых, нерегулярность кормления. На всех туристов не напасешься. Вот. А во-вторых, никто их не любит, бедных. Это уже надо его погладить по головушке, щупальцы ему расплести, не знаю, что еще делать. Чешую почистить. За ними никто не ухаживает. Они там живут в какой-то дичи, в каких-то темных, непонятных, неприятных, дурно пахнущих местах. И в общем, никто их... Ну и в-третьих, наконец, их все время обижают. В конце концов, вообще секир башка практически каждому второму монстру. Друзья мои, куда смотрят экологи, защитники животных и так далее? Ну вот, шутки в сторону. Если страшные истории пишутся для детей, а я рассказывал о прекрасной, очень страшной книге. У нас была запись презентации, проходившей в Библиоглобусе. Великолепный совершенно сборник рассказов, где в каждом рассказе скрывается какая-то вполне реальная, физическая, абсолютно рациональная вещь, которая там глубоко спрятана. И мы еще поспорили с автором насчет природы всего этого пугающего. Есть отличная книга «Волк под кроватью» у Ады Кутузовой, где целая цепочка историй раскрывает, опять же, какие-то очень-очень полезные с педагогической точки зрения нюансы. И не просто «не ходи в лес, девочка, не вернешься», может, она того только и хочет, может, девочке 40 годиков, и она пристраивает за плечами дробовик, вешает на пояс штык-нож и говорит «ничего-ничего, кто не вернется, мы это еще посмотрим». И три медведя такие ужасные седые, такие смотрят на монитор камеры, так, боже, Маша приближается. Вот, опять же, если говорить, это стандартный ход, старый сюжет на новый лад, если говорить о страшных историях для детей, то каждый автор решает для себя, что он хочет сказать. Это самое сложное, это самое интересное, это самое рискованное в любой рецензии. И сегодня, рассказывая о книге «Желтые шторы», «Морская свинка» и «Конец света» Ольге Моревичевой, я хочу сказать, что мне очень симпатична ее сверхзадача. То есть, отчасти невыполнимая, но совершенно правомерная задача художника, его цель, которую он ставит перед собой, сочиняя ту или иную историю. Пользуется ли он классическими фольклорными или сказочными мотивами, или бродячими сюжетами из массовой культуры, значит, 20 века, там, про какие-нибудь зомби, про каких-нибудь так далее. Вот, сегодня у нас фарниты, например, появятся в книжке. Это неважно. Главная сверхзадача. В аннотации об этом сказано несколько вскользь, но очень хорошо, умело. Потому что именно слова Бильбо Бэггинса о том, что книга должна хорошо кончаться, у каждой истории должен быть счастливый конец, они как никогда подходят к этим действительно жутким рассказам. Вот не надо мне рассказывать про то, что учителей нехорошо превращать в морских свинок. А что с ним еще делать, скажите на милость. Пусть скажут спасибо, что ни в жабу, ни в слезняка, и ни во что-нибудь другое. Это известное заклинание, его знает каждый школьник. Все мы им пользовались в детстве. Вот, пока у нас в 11 классе, вручая диплом, не отобрали волшебные палочки. Но у этого заклинания есть оборотная сторона, и каждый тоже знает. Как только ты превращаешь кого-то, допустим, в морскую свинку, допустим, нелюбимого учителя черчения, ты сам превращаешься в контекстуально уместное существо. Если учитель у нас паучиха, то вы, дорогие мои, паучата. А пауки лишнее потомство, что правильно съедают, зачастую биологи. Вот, арахноведы не дадут соврать. Вот, значит, пауки, они заботливые бывают, очень родители, а бывают совсем наоборот. Если морская свинка, то, соответственно, значит, дорогие котятки, да, не думайте, что вы будете представителем каких-нибудь гордых орвов, да, в этот момент. Вот, то есть, эти все превращения, они совершенно отражают, скажем так, закон возмездия, да. А, ну, или закон термодинамики. Что посеешь, что и пожнешь. Вот. На самом деле, конечно, Маревичева сильна тем, что она, во-первых, подводит все-таки к счастливому финалу свои рассказы. И это резко понижает нижнюю возрастную планку читательской адресации книги. То есть, все-таки, знаете, история с плохим концом, с таким вот реально плохим концом, они не для детей. Это Янг и Даут литература, которую очень резко поднимают, значит, по возрасту читателя, да, вот эти вот концовочки. А здесь у нас не просто хэппи-энд привинчен сверху к каждой истории, а он органично вытекает из правильных и неправильных поступков персонажей. Очень правильно, очень важно, и из правильных, и из неправильных. Возьмем первую историю. Значит, там у нас в семье, у нас все хорошо называется рассказ, это издевательство, в чистом виде название, в смысле. В семье появляется отчим, его зовут Эрик. Ну вот, история показана глазами девочки-подростка, поэтому мы видим все прелести развода, все прелести идиотического поведения взрослых. У детей, конечно, слишком маленькие, чем что-то им объяснять. Надо им рассказать какую-нибудь ересь, в которую они обязательно, конечно, должны поверить. Они же все идиоты, у нас же дети слабоумные, вот прям до 18 лет, потом чик, мы нажимаем кнопку, включаем выключатель, и ребенок становится взрослым, все понимающим человеком. А до этого они же слабоумные, им рассказывать об этом ничего не надо. Поэтому из недомолвок, из догадок, из туманного и очень зачастую негуманного, ну прям скажем, не совсем этичного поведения взрослых, потому что в этой ситуации выигрышной стратегии просто нету. Здесь каждый из двух родителей будет делать стандартные ошибки, да, и травмировать, еще раз вот по больному месту ударять ребенка. Здесь, ну невозможно сделать эту историю комфортной до конца, но можно как-то скомпенсировать хотя бы нанесенный урон. И вот история эта Мария Чева как раз, значит, об этом, а не о том, что за удивительное существо вошло в жизнь героине и в ее семью. И как это оно так трансформирует реальность, и почему это у него глаза абсолютно нечеловеческие, и так далее, и так далее. Я не буду вам раскрывать секрет, конечно, кто это и что это, да, но пусть это и спойлер, вы же понимаете, это, в общем, не про развод, эта история, это реально страшная. И ты пойди докажи что-нибудь, кому-нибудь, если реальность пластична, как в Матрице, извините, да. То есть раз, и так поменялось, и у тебя камин в гостиной красиво образовался. Это, в общем, не просто, и даже, скажем так, заурядному волшебному существу не дастся в руки. Вот, в другой истории, тоже совершенно замечательной, у нас появляется классический форнит. Но здесь он назван сценаристом. Он на печатной машинке печатает то, что потом происходит в жизни с героиней и в ее семье. Вы думаете, это спойлер? Я вам прям всю суть рассказа изложил. Как бы не так. Во-первых, это существо вообще ни разу не похоже на кинговского персонажа. Во-вторых, вот, собственно, тот леденящий душу ужаса приходит позднее и по совершенно другому поводу. Сам по себе, ну, чертик как чертик. У него есть рожка, у него есть хвостик. При первом свидании хвостик не заметен, потому что он на нем сидит, свернувший, видимо, калачиком. Он печатает что-то своим коготочком на машинке. Милейший персонаж. Начинающий автор. Нет, страшнее существа, чем начинающий автор. Из них потом вырастают агрессивные графоманы зачастую. Вот такой сценарист, как его Ласкова называет девочка. А в этом рассказе, кстати, есть двойное дно. Второе дно, вторая история. Это абсолютно взрослая психологическая тема. Помните, там героиня, ну, в смысле, если уже прочитали, помните, если нет. Обратите внимание, она не любит кинофильмы. Она, в принципе, не любит кино. Обратите внимание, как это получилось, почему это получилось и почему она не смотрит фильмы. Это интереснейший феномен, потому что с ним я сталкивался в реальности. Не все современные подростки, в принципе, смотрят полнометражное кино. Что сериалы, что художественные фильмы в традиционном понимании. Значит, это вот какая-то особенность восприятия информации. Совершенно непонятные. Жителю 20-го столетия. И вот в новой реальности, значит, это происходит. Это второе дно. А на первом-то уровне как раз происходит встреча с этим сценаристом. И очень интересная история с ним связанная. Чем кончится, не скажу. Но, в общем, как вы понимаете, приятного перед самым финалом будет мало. Но, опять же, даже последний рассказ в книге перед «Концом света», который дал часть названия, из него получилось. То есть, несмотря на жесточайшее начало, потому что там очень конкретные аллюзии на военные действия сразу происходят. И бог с ними, с этими инопланетянами. Они прилетали, они улетали. Вон у Баучева, в Великом Гусляре, они там фактически завсегдотай нашего русского севера. А бог с ними, с этими катаклизмами. Но там совершенно про другое история. Там история про связь с какими-то очень важными вещами. Вот это про матерь. Это же персонаж совершенно волшебный. Персонаж уникальный. Персонаж, дарующий такие возможности, чего стоит хотя бы дверь в иные времена, в иные эпохи хронологические, в иные миры и в иные времена года из дома. Это не просто так, выдумка, девочки. Вы вчитайтесь, подумайтесь. На самом деле, это все с нами, это все рядом, это все за стеночкой. И хорошо, что хэппи-энд в каждом рассказе дает нам некоторое облегчение от понимания, что мы тоже отчасти этим всем управляем. Вот такие желтые шторы. То есть, это классические пугалки с великолепным психологическим бэкграундом. При этом, этот бэкграунд не мешает читать. Это не норовоучение, которое, опять же, как хэппи-энд, привинчено в конце истории. А он органически внутри содержится. Это истории про... Вот, я думаю, Екатерине Мурашевой понравились бы. Потому что это истории про то, что происходит в голове у подростка зачастую. А это, друзья мои, бывает пострашнее, чем любые произведения Стивена нашего Кинга. Вот. Читайте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.